сегодня 15 февраля солнечный день плюс 8 все хорошо и красиво но облета пчел не видно нет признаков того что пчелы облетывались хотя пчелы выходят наружку но почему-то не облетелись может быть еще рано сейчас я их открою посмотрю что там у них делается и заодно попробуем спровоцировать облет пчел сегодня завтра тепло послезавтра передают уже по 1 0 градусов день будет похолодение поэтому сегодня два дня на облет вот одна пчелка улетела облетаться но нет интенсивного облета это меня печалит ну сейчас попробую спровоцировать откроем гнездо пчелы увидят свет солнечный солнце должны начать облетаться провоцируем пчелок провоцируй очень слабенько но пчелы начинают облетываться чуть-чуть мы их заставили облететься открыл я гнездо пчелы увидели солнце тепло солнечных лучей и немножко начали облетываться не сильно но уже есть хоть какой-то результат так ну сейчас 15 число и вроде как зимовка идет концу осталось до марта месяца 15 дней но на самом деле это время с 15 февраля до момента когда зацветет первые сады первые цветки появится на абрикосе то есть первые 30 дней это самое критическое время для зимовки пчел сейчас зимовка не кончилась она только началась сейчас самое-самое такое щепетильное время на это время 15 февраля конец февраля март месяц попадает 70 процентов отходов всех пчелосемей сейчас они особенно уязвимы и особенно ослаблены и этот последний рывок до весны для них самый тяжелый поэтому кто радуется тому что пчелы облетелись и вроде как перезимовали зря радуется они еще не перезимовали они как раз еще проходят кризис кризис только кризис начался сейчас у них самое самое тяжелое время вся зимовка до этого это были цветочки сейчас будут ягодки но обусловлено это тем что семья сейчас немножко отошла пчела осыпалась подмор которая должна была сыпаться вот у меня в зиму шло раз два три четыре пять шесть семь восемь девять рамок на этой семье вот а сейчас они покрывает раз два три четыре пять шесть семь полных рамок вот две рамки них уже пустые они их бросили хотя поздней осенью они их покрывали значит две удочки пчел осыпались клуб как видно сейчас разрыхлен потому что тепло на улице пчелки разбежались по удочкам ну и также этот период знаменателен тем что сейчас матка начнет открадывать расплод червить начинает и щепетильная ситуация состоит в том очень щепетильная что зимой пчела идет за медом происходит это очень просто вот если есть у нас рамка пчелячий и здесь допустим у нас мед а здесь сидят пчел то у сильной семьи клуб пчел находится на открытых ячейках а 30 процентов пчел у сильных семьи находится на запечатанном меде клуб располагается 70 процентов на открытых ячеях и 30 процентов на закрытых на запечатанном меде зачем они это делать эти 30 процентов пчел которые сидят на меде на запечатанном этот самый мед отогревают и таким образом делает его пригодным для питания то есть они его греют греют распечатывают и им питается вся семья и эти 30 процентов пчел которые сидят и греют запечатанный мед они ведут за собой весь клуб то есть если пчела семья подошла к верху 30 процентов на запечатанном меде они эти 30 процентов съели опять 30 процентов переместилась на запечатанный мед, опять съели, опять съели, то есть таким образом эти 30 процентов пчел которые сидят на запечатанном меде ведут за собой весь клуб пчелиный зимний они являются для куша поводырями а сейчас ситуация кардинально меняется матка начала червить появился расплод и вот теперь пчелы уже утрачает эту возможность переходить по рамке с медом и очень сильно привязаны к расплоду, расплод они не бросают, особенно весенний то есть если получится так что возле рамки опять же возьмем эту рамку и вытянем на свет божий если матка начала червить здесь небольшими пятнами пока клуб сидит полностью на расплоде и греет расплод то он уже никуда сдвинуться не может с 15 февраля он уже остается на месте и вокруг клуба должен быть мед они берут только тот мед который находится возле расплода то есть если будет такая ситуация что гнездо пчелиное сильно расширен пчелиный клуб сидит здесь матка червит здесь они расплод не бросают меда уже не остается вокруг расплода в этой части в рамке с дальний мед то пчела все равно может погибнуть от голода потому что она мед дальний от нее в неблагоприятных условиях допустим когда заморозки не возьмет она питается только тем медом который находится возле расплода поэтому ситуация сейчас очень щепетильная для пчелок и рано еще говорить об успешной зимовке все только начинается все самые трудные теперь впереди пчелки сейчас облетаются потихонечку на интенсивно потихонечку облетаются сейчас посмотрим что там с кормами и примем решение так ну и смотрим что там с медом то делается как видно мед еще семье есть это третья рамка дверь отодвинул в семье мед еще есть это есть хорошо и что еще хорошо в этот период что пчелы отошли от передней стенки и сели в середину гнезда то есть возле детков холодно сейчас и они отошли в более теплое место в середину гнезда значит матка скорее всего уже начала черевить пчелы нашли самое теплое место сейчас на эту рамочку поставим на место одну рамочку и вытянем раз погода позволяет одну рамочку я им вытяну вытяну и заберу эти рамки лезть не будем потому что там матка девчатка открывайтесь извините что я вас потревожил больше трогать вас там не буду сейчас возьмем заставную доску и одну рамку у них снимем раз они обсиживают только 7 рамок плотно оставим 8 раз два три 4 5 6 7 8 до 8 залезла где-то в рукав и сидит жужжит одну рамку я им не сто на одну рамку сократил то им лишнее так ну и теперь сделаем следующий ход к нему возьмем нашу чудесную изъятую рамку из гнезда вот в таком виде она есть куча печатного меда мы сейчас этот мед возьмем немножко распечатаем этот мед возьмем и распечатаем я пчел с сахаром весной стараюсь не кормить в общем я их никогда сахаром в принципе не кормлю они у меня осенью уходят с достаточным количеством меда в зиму поэтому подкормки особо не нуждаются но чтобы облегчить их сейчас существование их весеннее мы должны им сделать теплицу чтобы матке было легче червить а пчелам поддерживать микроклимат возле расплода сейчас эту рамку мы будем использовать как подкормочную сделаем и все это очень просто мы эту рамку положим пчелкам наверх вот так вот так мы положим и дадим пчелкам доступ к меду снизу теперь сделаем еще один ход конем уберем потолочину которая стояла и накроем все это дело пленкой сделаем им своеобразную теплицу и посмотрим как она там дальше пойдет так и поверх всего этого дела положу я целлофанчик весной пленка очень благоприятная для них создается эффект теплиц и кроме того остается вода сейчас им надо очень много воды вот она будет осаживаться на пленку они будут ее слизывать потому что воду сейчас они могут взять только из меда и кроме того целлофан будет держать температуру ну здесь оставлю я и в самом сбоку щелочку для вентиляции ну что пчелки сейчас укрою все это еще оставшимся утеплением которые есть и на этом все буду пчелок закрывать пусть облетывается сейчас час дня еще они могут часа два облетываться хорошо пчелки по чуть-чуть продолжают летать улей закрыли рамку сверху дали меду там валом сверху рамка страховочная лежит в общем до 10 марта можно не заглядывать а там будем посмотреть по погоде весну обещаю теплую пусть матка червит меда у них больше чем надо гнездо сокращено на одну рамку пусть живут и размножаются хорошо на этом все